В Хабаровском крае традиционно с приходом зимы и выпадением осадков увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Так, в ноябре этого года статистика показывает прирост в 40%. Весомый вклад во время снегопадов носят все участники дорожного движения. Автолюбители, пешеходы и водители общественного транспорта. Всего во время прошлого снегопада в ГИБДД Хабаровска зафиксировала 71 сообщение о ДТП с материальным ущербом. В аварии пострадал один человек. В Комсомольске на Амуре было зафиксировано 48 обращений и также один пострадавший. Не будем забывать, что ДТП еще и блокирует дорожные магистрали, создавая заторы. Так, в этом сезоне уже фиксировались 10-бальные пробки на дорогах к краевой столице в результате массовых аварий. Насколько оперативно могут реагировать сотрудники ГИБДД, где еще остро нужна их помощь в зимний период, давайте обсудим. В студии Игорь Петряши, начальник управления ГИБДД МВД России по Хабаровскому краю. Игорь Анатольевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Какого рода ДТП в городе сейчас больше фиксируется? Это какие-то серьезные или, можно так сказать, незначительные? Ну да, вот вы правильно заметили, что в основном незначительные. Если брать с летним периодом, все пострадавшие, погибшие, это превышение 90%, превышение скорости. Если сейчас все крадутся, ну конечно, вот вы отметили, что всегда у нас 36-40 происшествий в городе Хабаровске в сутки, а вот в этот период был по 71, но не все мелкие. Поэтому просто граждан прошу, когда вы страхуете машину, у вас там приложение есть, спокойно оформляйте сами. Ну и экипаж подъедет, поможет. И потом на Воронежскую 51, там, если какие-то спорные вопросы, будут уже оформлять. Потому что на самом деле у нас в каждом районе по два экипажа в день, два в ночь. И есть еще нетрезвые водители, которые сейчас занимают большое время на оформление. Поэтому, ну, правильно граждане говорят, что нас уже в последнее время в принципе не видно. Но я и думаю, что нас не должно быть видно, мы должны помогать. А протокол у нас видеокамеры с избытком оформляют. Уже в этом году более 500 тысяч вообще оформлено административных материалов. Это собрать 1300 населения всего, детей отнять и так далее. То есть, скажем, выйти уже по два-три раза оформлен. Поэтому, ну, у нас нет панацеи, количество административных материалов. Панацеи есть, это убирать пьяных с дороги. Их уже оформлено почти 6 тысяч. Очень вызывает опасение, что 264-1, будучи лишены опять пьяные, их уже больше тысячи с начала года. Поэтому, ну, у нас есть работа. И, я думаю, будет больше пользы, если уберут какого-нибудь пьяницу с дороги, чем будет у мелкой дорожно-транспортной происшествия оформлять. Хотя это нервы, люди, конечно, переживают, стоят часы. Ну, будем стараться, чтобы часами они не стояли. Ну, просьба, чтобы сами оформляли. Самое главное – сфотографировать место происшествия, сделать привязку к дому и расположение транспортных средств на проезжей части. Но вообще много автолюбителей выбирают процедуру Европротокола или все-таки ждут сотрудников ГИБДД? Тут невозможно сказать, мы же не учитываем Европротокол. То есть они сразу обращаются в страховые компании. То есть статистику ГИБДД не попадают? Статистику ГИБДД не попадают? Нет, статистику ГИБДД в основном мы ведем, где пострадавшие и погибшие. А мелкие дорожки, когда оформляют, да, мы тоже заносим. У нас база определенная, общероссийская, где все фотографии укладываются, схемы, ДТП и так далее. Но они, если к нам не попадают, мы эту схему возьмем, так это просто говорить. И хотелось бы отметить, что вот про чистку города говорят, честно говоря, больше всего проблем это автобусные остановки плохо чистят и тротуары. Если вот общались с медиками, ну ДТП, говорит, это детский лепет по сравнению с тем, сколько людей упало на тротуарах и обратилось в трампунты. Поэтому автобусные остановки нас больше всего вызывают опасения, что она должна быть минимум 20 сантиметров над пророжей частью. А вот это ледик делает и при даже торможении резком автобус может заехать на автобусную остановку, чего было бы нежелательно, ну и может принести к плачевным последствиям. Ну а насколько я понимаю, если нам кажется, что ДТП произошло, пусть даже мелкое, но из-за дорожных условий, да, просто из-за того, что скользко, лучше тогда зафиксировать этот факт ГИБДД, если мы намерены, например, судиться дальше там с владельцами дороги. Зафиксировать надо по-любому, потому что все равно это, если ДТП участвует два и более стороны, так скажем, могут быть всякие нюансы, потом человек подумал дома, ой-ой-ой, мне не хватает денег на ремонт и так далее. Тем более машины застрахованы в основном. Поэтому что фиксировать, это однозначно. Если еще будет фотофиксация, это изумительно. А вот есть ли приоритет по оформлению ДТП, например, которые случились в одно время, ну, например, одно из ДТП мешает проходу трамвая? По какому принципу будут выбирать, куда вы езжаете? Вот если белка ДТП, мы из пункта еще 2,6, что вы должны зафиксировать и убрать машины, на которые выливаются потом, да, а вы не виноваты в протокол на вас, если вы не убрали и сделали затор. Поэтому у нас приоритет идет, естественно, где пострадавшие, ну и не дай бог погибшие. Сильные транспортные заторы в вечернее время, а вот основная причина какая? Здесь, ну, снегопад, естественно, идет сразу сужение дороги. У бордюр же снег. Скользкость, скорости падает. Ну и уличная дорожная сеть городов тоже, она располагает, она же какую-то имеет пропускную способность, рассчитана на сколько-то машин и так далее. А если скорость падает, то начинают друг друга обруливать. Вот вы знаете, Игорь Анатольевич, очень много говорилось о том, что наши водители сами виноваты, то есть не пропускают на перекрестках, пытаются вырваться за перекресток, да, вот там, где уже пробка. Можно ли что-то говорить уже о культуре вождения наших там хабаровских, комсомольских автомобилистов, оставили ли мы более порядочными в этом плане? Или пока еще нет? Как можно сравнивать? То есть, ну, здесь особенность всегда критикает легко. В прошлом и годах. Ну, я не знаю культуру вождения. Это все равно воспитание человека. Вот по центральной части города, когда стало до стоп-линии, я, сперва, честно говоря, был сомнений, что нужна такая мера, как стоп-линия. Сейчас уже человек понимает, что если он на красный выйдет на перекресток, как все выйдут, один в одну, ну, с левого поворота, в другие, все стоят. Сейчас он уже понимает, что это протокол, и, ну, как-то полегче стало. А я, кстати, недавно, с недавнего времени вижу, что стоят машины патрульные, вечером, в вечерний час пик, с включенными мигалками. Это какая-то вот та мера, которая применялась лет 10 назад, когда призывали таким образом водителей соблюдать правила дорожного движения, что вот видят машину ГИБДД и вроде бы не нарушают. Не, понимаете, вот сейчас был форум национальной безопасной дороги в Екатеринбурге, ну, и там новые показывают, там в мигалке самой посередине стоит камера взад-вперед, то есть берут по опыту Азербайджана, что, в принципе, у них ДПС не оформляет ни одного протокола, кроме нетрезвых водителей, которые под суд попадают. Останавливают себе фото-видео фиксацию. Ну, и вот эти мигалки, ну, навряд ли сейчас народ на них будет так реагировать, как вы сказали. Останавливают, проверяют, особенно очень много жалоб идет, как ни странно, на тех, кто ездит с ревунами. То есть, естественно, по ним работают они, ну, работают и по тренировке, ну, по мелким нарушениям. Потому что в центральной части города я вот что-то так не припомню, чтобы там кто-то посплошно сильно уж носился. Игорь Анатольевич, а вот что еще можно сделать для разгрузки транспортного потока? Может быть, на особенно сложных участках там поставить регулировщика? Или, может быть, как-то перенастроить светофоры, возможно? Расскажите. Все светофоры, дороги в городе Хабарске, берем пример, да, они принадлежат мэрии. У них очень хороший комплекс, и почти все светофорные объекты сейчас подключены. Их можно в любой режим ставить, там, по-моему, до 18 режимов. Ну, сами поймите, что когда перекресток, если вы ставите, например, в одном направлении больше интервалов, в другом меньше, вы кого-то ущемляете. И они проводили научные работы. То есть это не просто так, что вот мы подумали, там, сделаем здесь 3 секунды, там, 20 секунд. То есть они не просто вот эти выставляли. Поэтому, ну, регулировщик – это прошлый век. Ну, к нему я не вижу смысла возвращаться, если у нас есть светофорные объекты. Как и вам рассказали, вот зачем вам сотовое? Пользуйтесь проводной. Все автоматизировано, получается. Ну, к этому мы и идем. Однозначно, я вижу, что даже эти кадры АДПС будут оформлять только нетрезы, ходили и так далее. Остальное все будет в фото-видиксации. Ну, и поэтому регулировщик – это тоже чайский фактор. Я не знаю, лучше он будет, не хуже. Лечебно-светофора. Спасибо вам большое, Игорь Анатольевич. Мы напомним нашим телезрителям, что в студии был Игорь Петряш, начальник управления ГИБДД МВД России по Хабаровскому краю.